Вячеслав Владимирович, я вижу, что вы подготовили доклад. Если вы не против, давайте начнем с инвест-проектов. У вас много интересных, хороших направлений. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Действительно, основа социально-экономического развития Самарской области это динамично развивающаяся инвестиционная активность. Мы уже сейчас в этом году завершим реализацию порядка 30 инвест-проектов на сумму более 240 миллиардов рублей. По сути, это десятки тысяч новых рабочих мест и самая главная бюджетная обеспеченность. Работая в Самарской области уже третий месяц, общаясь с жителями, вижу, что очень много вопросов, связанных с дорожным хозяйством, с коммунальной инфраструктурой, требует опережающего инвестиционного развития. Здесь доходы бюджета, их наращивание – это приоритет работы правительства Самарской области. Поэтому делаем ставку на взаимодействие с крупными предприятиями, которые работают в Самарской области, госкомпаниями, частными компаниями и подтягиваем к их работе малый бизнес. Он очень активен в Самарской области, причем в сферах машиностроения, в сферах комплектации. И мы обеспечиваем вертикально интегрированный заказ от крупных компаний для малого бизнеса, видя в этом основу развития нашей экономики. Вячеслав Федорищев обозначил ключевые направления работы. Понятно, что основное сейчас, конечно, поддержка военнослужащих. О том, что необходимо, глава региона узнает у самих бойцов. Даже в зоне СВО они говорят не только о дополнительной технике, а больше о своих близких. Многие вопросы отрабатываются в индивидуальном порядке, принимаются и системные решения. Так, с 1 октября для членов семей военнослужащих бесплатный проезд по транспортной карте. Введена и выплата в случае ранения бойцов. Также для поддержки наших уже ветеранов специальной военной операции, в продолжении программы, которую вы поддержали в «Время героев», создали региональную программу, называется «Школа героев Самарской области». Она начинается с 1 октября этого года. 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, придут по хорошим образовательным программам и будут приглашены на работу как в правительство Самарской области, так и в муниципальное образование. Эта работа мне помогает курировать. Те, кто хочет, те, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей. Так точно. В этом работе мне помогает гвардия марш, лейтенант Девятов Максим Вадимович, герой России, ветеран. Он получил ранение и уже сейчас приступил к работе как помощник, исполняющий его данность губернатора Самарской области, помогает мне организовывать эту работу. Многое предстоит сделать и в сфере медицины. Это в первую очередь привлечение кадров. Буквально в каждом муниципалитете жители жалуются на нехватку врачей. Программу «Земский доктор» расширяют. Наиболее востребованным специалистам будут предусмотрены дополнительные выплаты. Важный вопрос и состояние объектов отрасли здравоохранения. Половина из них нуждается в ремонте. Нужно строить и новые. Речь идет как и про папы, так и про крупные клиники. Есть объекты, которые будут требовать федеральной поддержки. В частности, за последние несколько лет были запроектированы два очень важных объекта. Они связаны с борьбой с онкозаболеваниями. Это один объект в Самаре. Хирургический корпус областной детской больницы. А также новый корпус онкологической больницы в Тольятти. Здесь уже проекты подготовлены. Владимир Владимирович, буду просить вас поддержать и дать поручение правительству. Работать вместе с нами со финансированием этих объектов. Они важнейшие у нас по онкологическим заболеваниям. К сожалению, ситуация пациентов на 20 выше заболеваемости, чем в среднем по стране. Здесь необходимы такие решения. Будем их точно реализовывать. И будем рассчитывать на поддержку правительства Российской Федерации. Как рассказал Владимир Путин, Вячеслав Федорищев, сейчас в губернии формируется комплексная программа развития. В ее основе инициатива людей. За три месяца глава Самарской области и его команда провели десятки сессий. Свои предложения жители могли отправить и через интернет. Программа будет рассчитана на пять лет и будет прописана для каждого муниципалитета. Большое внимание в ней уделят и сфере образования. За пять лет появится порядка 20 новых школ. Идет проектирование и студенческого кампуса. Причем в нем работать предстоит не только Самарским университетом, но и Тольяттинскому. Там сейчас активно развивается сфера беспилотной авиации. Обсудили руководители положения дел и в целом в промышленности, сельском хозяйстве и задачи по переселению из ветхого и аварийного жилья. Транспорт активно у вас тоже занимается? Так точно. У нас очень большой затос на обновление общественного транспорта. Износ сейчас достигает порядка 90%. Причем это как трамваи в Самаре, так и в целом парк автобусный во всем регионе. Приняли решение, в программу развития включили и уже сейчас приняли бюджетные решения по закупке в течение пяти лет порядка 1100 новых автобусов и порядка 250 новых трамваев. Эту программу будем реализовать планомерно, потому что помимо обновления основного дорожного фонда общественный транспорт, это основной вопрос, который беспокоит жителей сам, не раз приезжая в общественном транспорте, вижу, что здесь необходима модернизация. Но что касается дорожного фонда, уважаемый Владимир Владимирович, здесь приняли тоже решение и в программу развития планомерно в течение пяти лет будем удваивать дорожный фонд с тем, чтобы капитально отремонтировать порядка 2200 километров дорог за ближайшие пять лет. Это необходимость. Вот много езжу по муниципальному образованию. Мы автомобильная столица, Самарская область, но при этом дороги требуют серьезного внимания. Ну и, конечно же, большие магистральные проекты. Я очень благодарю вас за то, что вы приняли решение пять лет назад поддержать создание входа Тольятти. А Карла Маркса это важнейшая магистраль в городе Самаре. По сути, она была включена в генплан еще в 1937 году, но так и не была реализована. Правительство Самарской области пять лет назад приступило к реализации первого этапа, мы его завершим за региональные средства буквально в течение двух лет. Но необходимо полностью связать восемь из девяти районов города Самары. Поэтому здесь подготовили проект, будем просить поддержки правительства Российской Федерации. Жизненно необходимая магистраль, чтобы разгрузить такой мегаполис, как Самара, и позволить комфортно нашим жителям передвигаться в город. Мы точно его реализуем и будем здесь просить поддержки правительства России.